Добрый вечер! Как всегда в это время вы смотрите очередной выпуск субботней программы дежурной по печенге в студии Пётр Шарабоков и вначале коротко лишь некоторые темы выпуска. Я думаю, что если предприятие социально ориентированное, оно всегда будет уделять достаточно большое внимание вопросам охраны. Профсоюзы России и Норвегии на страже здоровья горняков и металлургов. Международный разговор о наболевшем. Она погревает до 45 кубов. Прошлая печь погревала до 28 квадратов. Никельчане запасаются дубовыми вениками. В общественной бане их ждет новая печь. Поскольку у Заполярного не так много каких-то у нас спортивных секций, поэтому футбол не мое, баскетбол не мое, волейбол почему-то понравился. Сильная подача и гоу. Школьницы Заполярного и Никеля состязались на звание лучшей команды по волейболу. И вот теперь расскажем все подробности. В городе Заполярном состоялся международный семинар, посвященный охране труда как одному из аспектов профсоюзной работы на предприятиях горно-металлургической и горно-рудной промышленности Мурманской области и губернии Финмарк. Площадкой для встречи лидеров профсоюзных организаций не случайно стал рудник «Северный» Кольской ГМК дочернего предприятия Норильского Никеля. Почему, выясняли наши корреспонденты. Сама необходимость встречи вызвана неутешительной общей статистикой. Суммарный уровень травматизма на предприятиях Мурманской области, в том числе и с летальными исходами, только за последний год увеличился в два раза. По мнению профсоюзных лидеров, это заслуга тех предприятий, где вопросы охраны труда и промышленной безопасности решаются по остаточному принципу. Мы должны создавать систему управления охраной труда. Мы должны создавать подразделения, которые занимаются вопросами охраны труда. Если предприятие маленькое, то должен быть специалист именно по охране труда. То есть не должны по остаточному принципу возлагать вопросы охраны труда на кого-то. Еще один тревожный показатель – профзаболеваемость. В целом по области уже несколько лет держится на уровне 130-140 человек ежегодно. В то же время, по словам Александра Первухина, на отдельных предприятиях есть примеры успешной работы, в частности на Кольской ГМК. Я тут не лукавил и не кривил душой, что те результаты, которые были сегодня приведены и показаны в тенденции во времени, они обнадеживают и они вызывают уверенность в том, что действительно вопросам охраны труда на предприятиях Кольской ГМК уделяется очень большое внимание. То, что в КГМК и в Норильском никеле в целом проводится большая работа по повышению уровня культуры безопасности, подтверждают и независимые эксперты известной компании «Дюпон». На семи производственных площадках Норильского никеля они реализуют проект по совершенствованию системы управления охраны труда и промышленной безопасности. Первые впечатления, они говорят о том, что в компании очень бурно идет процесс внедрения новых стандартов. В разных площадках немножко по-разному, но в целом мы видим, что эта работа идет, она целенаправленно, руководство очень активно поддерживает эту программу. Наша цель – это снижение травматизма к нулю. Мы сильны, что у нас работает система управления охраной труда и промышленной безопасности по Кольской ГМК. Мы сильны, что у нас есть специалисты в области охраны труда и промышленной безопасности. Ежегодно в компании реализуется план по охране труда. Только в 2014-м на средства индивидуальной защиты было потрачено порядка 160 миллионов рублей. На производственных площадках Норильского никеля идет постоянная модернизация, а для подготовки профессиональных кадров даже созданы специальные учебные полигоны. Ничего подобного на крупных добывающих предприятиях Норвегии, например, нет. И это как раз тот самый случай, где норвежцам есть чему у нас поучиться. Вот то, что мы услышали, успели услышать сегодня от руководства предприятия, от представителей профсоюза, конечно, мы можем многому-многому научиться. И мы ждем с нетерпением, кстати, возможности посмотреть на учебные классы и так далее. Потому что тема охраны труда, то, что в Норвегии «Хоймэс» называется «Здоровье, среда, безопасность», это тема, конечно, приоритет номер один. И вот в частности в Норвегии в прошлом году было 50 смертельных случаев на работе. Это, конечно, неприемлемо. Мы у них брали долгое время, все хорошее, но сегодня на базе рудника «Северного» действительно есть чему поучиться. Вот это и сертификация, которая на сегодня, это и СИЗы, которые на уровне мировых стандартов. То есть я хочу сказать, что мы ушли далеко. Но если разбирать предприятия по средней полосе, то, конечно, шаг мы большой сделали в этом отношении. Есть чему поучиться и есть чем гордиться нашей компанией. Во время торжественной части профсоюзные награды и благодарственные письма получили работники КГМК. Что касается международного обмена позитивным опытом, то он будет продолжен, заверили профсоюзные лидеры. Несмотря на нелегкие, турбулентные времена. В продолжение темы, экологи мурманской организации «Беллона» выступили в защиту уникальной природы норвежских фьордов. Они направили письмо в адрес правительства Норвегии, а именно министру климата и окружающей среды, министру местного управления. Беллоновцы против идеи норвежцев сбрасывать отходы местных железорудных предприятий в море. Норвежские фьорды – уникальные природные объекты всемирного значения. Одна из визитных карточек Норвегии. Это не только признанный туристический объект, приносящий государству приличную прибыль. Фьорды – место обитания атлантического лосося, как дикого, заходящего на нере с северной реки, так и искусственно выращенного в садках, расположенных в заливах. Но не только в этом состоит важность сохранения фьордов в экологически чистом состоянии. Мы-то должны тоже думать о том, что Норвегия – это та часть, как бы прибрежные воды Норвегии, это часть Гольфстрима, которая идет в Мурманскую область. Омывает ее, понимаете? И это все придет. Ведь никто же не скрывает о том, что основное загрязнение Баренцевого моря идет из Англии, с атомного комплекса Силофильд. В письме норвежским министрам руководитель Мурманской Билоны Андрей Золотков сообщил, что экологам известны планы сбросить в два фьорда 330 миллионов тонн токсичных отходов местных железнорудных предприятий. Экологи недоумевают. Норвегия славится своими высокими экологическими стандартами и при этом намерена поступать с опасными отходами производства таким вот варварским способом. Сегодня, кроме Норвегии, всего три страны в мире топят металлургические шлаки в море – Индонезия, Турция и Папуа-Новая Гвинея. С этим будут какие-то, видимо, химические реагенты поступать с этими отвалами. Потому что горнодобывающая промышленность – это не только взрывы и все это, это еще и применение химических реагентов, которые не являются природной средой. С позиции Биллона, согласно и другие общественные организации, активисты Кольского экологического центра и природы, и молодежь еще в прошлом году высказали свое «нет» сбросом химических отвалов во фьорды. В Норвегии на данный момент, насколько мне известно, есть пять точек, где такой сброс производится. В настоящее время правительство Норвегии рассматривает как минимум две заявки от промышленников на новые площадки для сброса. И вот как раз наши коллеги из Норвежского общества охраноприроды ведут кампанию, чтобы такой нецивилизованный способ утилизации отходов на этих новых площадках в районе Финнмарка, как раз для нас более близко, чтобы такого рода решения не было принято. Что делать горнопромышленникам? Выходов много. Просто складировать отходы, создавая своего рода техногенные месторождения полезных ископаемых. Можно засыпать ими старые шахты, но никак не сваливать в море. Это дешево. Подъехал, выбросил и уехал. Против планов норвежских металлургов сбрасывать токсичные отходы в море, кроме экологов, уже выступили местные рыбаки и ученые. Никакого ответа от чиновников пока не поступало. К другим темам. Новая печка и современная система вентиляции в Никеле. После ремонта открылась общественная баня. Глава администрации и глава поселка лично проверили работу нового оборудования. Ремонт длился около месяца. За это время в бане установили новую современную систему вентиляции. Она полностью автоматическая. Сама выключается и сама включается. В отличие от старой системы, которая вообще не работала больше пяти лет. Была проблема у нас по системе вентиляции. Вот хочется выразить признательность работникам Кольской горной металлургии с компанией, цехом материально-технического обеспечения в лице его руководителя на нашей площадке, да, и Владимира Карепова, который непосредственно своими руками это дело восстановил, наладил, запустил. То есть оказал услугу поселку. Большое спасибо. Помимо вентиляции в бане произвели замену, пожалуй, самого главного элемента. Новая чугунная печь теперь может сохранять тепло гораздо дольше своей предшественницы. Она обогревает до 45 кубов. Прошлая печь стояла, обогревала до 28 квадратов. Общественная баня пользуется большой популярностью у местных жителей. Оксана Филиппова посещает ее регулярно. После долгого отсутствия бани, да, я пришла проверить, работает ли баня или нет. Потому что мы баню любим все и ходим с удовольствием. Оксана Филиппова рассказывает, что любит эту баню еще и за то, что она на дровах. А это особенный пар и воздух, мягкий и согревающий. Такие качества бани, уверенные заядлые парильщики, недостижимы для электрической и газовой печи. В Печенском районе это, наверное, единственная баня, которая топится на дровах. Это экологически чистая баня, я считаю, что это правильно. Это пахнет деревом, пахнет именно настоящая русская баня. Как и должно быть. Это социально ориентированный проект. И при стоимости на сегодняшний день 200 рублей за входной билет, за одну помывку, данное учреждение, назовем его так, несет ежемесячные убытки порядка 150 тысяч рублей. Соответственно, администрация понимает, что это значимо. Поэтому в 2014-2013 годы компенсировались все расходы. Первыми новую парилку смогли оценить женщины. Никельская баня будет работать по прежнему расписанию с четверга по воскресенье. В Заполярном состоялись ежегодные соревнования по волейболу среди девушек. За звание лучших боролись 8 команд. Победные очки доставались с большим трудом. Уступать и сдаваться никто просто так не хотел. Мощная подача – залог выигрыша волейбольной партии. А таких подач на соревнованиях в Заполярном было немало. Девушки хоть и не профессиональные волейболистки, но занимаются этим спортом не первый год. И, как говорится, удар поставлен. Милан Цветкова занимается волейболом уже второй год. Из всех видов спорта, которые она пробовала, этот ей пришелся по душе. Поскольку в Заполярном не так много каких-то у нас спортивных секций, поэтому футбол не мое, баскетбол не мое, а волейбол почему-то понравился. Милана рассказывает, что подобные соревнования всегда очень сложные. Соперники сильные, да и волнение сказывается. В этот раз ее команда проиграла. Но юная волейболистка не расстраивается. Спорт есть спорт. Свои ошибки знает и будет исправлять. У нас состав четыре играющих человека и два, которые как бы не занимаются и давно не занимались. Поэтому нам приходилось закрывать как бы своих товарищей. И поэтому получалось не очень хорошо. И свою зону мы теряли. Поэтому как бы сегодня мы получили поражение. На соревнования пришли и родители Миланы. Ведь поддержка своего ребенка в спортивных начинаниях они считают очень важна. Спорт без поражения не бывает. Это нормально. Есть к чему стремиться. Они смотрят на соперников. Беру с них пример. Я думаю, это только хорошо. Это и закаляет, и характер, и на будущее полезно будет. Я когда учился в школе, я занимался пять лет волейболом. Поэтому мне нравится этот вид спорта. И я направил, что старшую, младшую дочку на волейбол. Надеюсь, что сын подрастет и тоже пойдет на эту секцию. Волейбол – это командная игра. Здесь победа зависит не только от навыков спортсмена, но и от того, как сплочен коллектив. Как чувствуют спортсмены друг друга на площадке. Если этот командный дух будет, то и победа будет обеспечена. Теперь к новостям территорий. Норильск стал площадкой для старта всероссийского конкурса по созданию литературных достопримечательностей «Литературный след». В рамках празднования года литературы в публичной библиотеке состоялась презентация нового проекта, который направлен на сохранение творческого наследия поэтов и писателей в России. Суть акции, которую поддержал Норникель – найти в своем городе литературную достопримечательность, которая станет популярной не только в масштабах города, но и окажется на карте страны. Оставить литературный след в истории Норильска может любой, кто хочет изменить городское пространство. И это совсем не сложно, утверждает создатель проекта «Литературовед» Марина Смирнова. Достаточно самому создать реальную литературную достопримечательность. Что такое литературная достопримечательность? Существует масса литературных мест, которые связаны с литературными произведениями или с отдельными авторами, с именами. Но почему-то об этом знают немногие. Вот так вот получилось, что вроде бы есть такое место, а об этом не знают. Либо наоборот, существуют места, где очень хотелось бы, чтобы что-то такое появилось, связанное с культурой, с литературой, но ничего там нет. В Норильске сегодня есть место, ставшее точкой притяжения любителей литературы. Это Пушкинский сквер около 4-й гимназии. В день рождения поэта здесь собираются его поклонники и читают стихи. Традиция чудесная, но очень обидно, что за скобками остаются литераторы, оставившие след именно в норильской истории литературе. Едва ли надо доказывать значимый с таких имен, как Гумилев и Снегов. Да и среди современников есть кем гордиться и к чему литературному опыту обернуться. Юрий Бориев, Сергей Лузан, Эдуард Нонин, Валерий Кровец. Именно этих норильских поэтов не зря напоминают сотрудники Норильской библиотеки. При этом задача проекта «Литературный след» не в том, чтобы поставить формальный памятник или прибить мемориальную доску. Главное найти интересные истории из жизни писателя или героев его произведений, выстроить целую литературную легенду, создать живую, интересную достопримечательность. На сайте Всероссийского конкурса уже есть немало ярких предложений. Скажем, литературный веломаршрут по Петрозаводску. Это не только знакомство с городскими достопримечательностями, но и экскурсия по любимым местам Константина Паустовского. Появились идеи у вас? Тогда регистрируем заявку на сайте до 1 апреля и ждем решения жюри. «Жюри у нас возглавляет советник президента по культуре Владимир Толстой. В жюри у нас Евгений Миронов, Вячеслав Недошивин, Марина Звягинцева, Василий Церетели. Ну то есть и художники, и актеры, историки, урбанисты. Они будут уже определять те идеи, которые будут реализованы». Реализовать интересные идеи помогут профессиональные дизайнеры и художники. Проект поддержан на федеральном уровне. Генеральным спонсором выступил Норильский Никель. Это еще один повод найти литературный след именно в истории нашего города. «История литературы Норильска, она не великая, но она значимая для нашего города. Поэтому надо обязательно всем норильчанам об этом подумать и заявиться. Ну не только библиотеки вот нам, а может это же может сделать любой человек, любой любящий наш город. Поэтому будем надеяться на то, что в нашей среде появятся такие места, и люди с удовольствием будут приходить и будут знать, что у нас есть и были такие писатели». Библиотекарь Сталнаха Наталья Кох, узнав об условиях конкурса, поспешила посоветоваться со своими воспитанниками, участниками детского клуба «Арго». «Они сказали, на Таймыре классный фолк. Почему не сделать в городе... Не городок, вот именно, что когда процесс пошел, они сказали, да можно вообще во всем Норильске сделать что-то квеста вроде, сделать, в центре города поставить там «Ексикюн», сделать какие-нибудь там у него тайные схроны. «Это по-настоящему народный проект, где, по сути, каждый человек может принять участие. Мы бываем чем-то недовольны, или о чем-то мечтаем, чтобы в нашем городе появилось, а здесь можно придумать эту мечту, превратить в какую-то идею, и у этого проекта есть такая профессиональная помощь. Эту идею могут помочь реализовать». Стать автором новой достопримечательности может каждый. А литературный след может разбить уже ставшее привычным представление о Севере и Норильске, повернув его новыми, интересными гранями и к жителям материка, и к самим горожанам. Оксана Серова, Ксения Крутакова, Иван Усачев и Андрей Гришков. Новости Северного города. В завершении нашей программы важное объявление. 13 апреля 2015 года заработная плата сотрудникам Кольской ГМК впервые будет переведена на банковские карты, открытые в рамках смены зарплатного проекта в Сбербанке. Для тех, кто по каким-то причинам еще не успел получить данные банковские карты, необходимо поторопиться. В Заполярном работники обогатительной фабрики транспортного и плавильного цехов зарплатные карты могут получить в отделении Сбербанка на улице Бабикова, 6. Персонал рудника Северный в отделении Сбербанка на улице Юбилейная, 6. В поселке Никеле работники плавильного цеха рудника Северный и цеха энергоэлектроснабжения зарплатные карты могут получить в отделении Сбербанка на проспекте Гвардейском, 39. При себе необходимо иметь паспорт. Субтитры подогнал «Симон»